Привет, друзья! Всем большой привет из Таиланда! Меня зовут Ринат. Добро пожаловать на мой YouTube-канал, который называется Ринат Таиланд. Я нахожусь на Северной улице. Многие знают эту улицу как улицу дельфинов. А вот здесь находится главный вокзал, с которого можно отправиться в Бангкок и другие направления Таиланда. Сегодня я приглашаю вас в ресторан, но не очень обычный, не очень ресторан, скажем так, в классическом его понимании. Это ресторан, в котором мы будем готовить еду сами. Это очень популярная тема в Азии. И тайцы очень любят ходить в такие рестораны. Они приходят сюда с семьями, они приходят сюда целыми компаниями, делают здесь вечеринки. Сегодня, кстати, совсем не многолюдно, но сегодня будний день, не выходной. В конце этого выпуска я расскажу вам, сколько стоит, потому что оплачиваете вы только за человека одну фиксированную сумму и едите сколько хотите. Подходов может быть неограниченное количество. Ну что, пойдем вовнутрь и будем смотреть, что нам предлагает ассортимент в этом ресторане. Мы попадаем в прохладную, припрохладную зону, где представлен весь ассортимент ресторана. Здесь можно выбрать на ваш вкус любую зелень, которую вы любите. Я очень люблю вот эту траву, она называется Пак-Бунг. Вот эту я тоже люблю. Это, я так полагаю, петрушка. Это, я думаю, базилик. Грибы белые. Другие грибы, вот такие вот маленькие. Еще грибы. Кукуруза. Тыква. Грибы. Это тоже грибы. Кстати, вот эти грибы я очень люблю. Они обладают немного слабительным эффектом, но они очень полезные. Яйца. Можно прямо вот такие вот макароны заварные себе приготовить, если уж очень хочется. Чеснок, приправы из красного перца и разные виды приправ. Точнее, разные виды соусов. Вот Став постоянно подносит новую еду. А я вам сейчас покажу, что здесь есть. Это масло для того, чтобы жарить мясо. А это уже непосредственно идет мясо. Оно нарезано в тонкие-тонкие ломтики для того, чтобы вам не пришлось жарить его долго. Практически очень быстро жарить или варить, чтобы оно приготовливалось довольно быстро. Так, здесь еще мясо. Мне кажется, что это что-то такое морское. Пахнет кальмаром. Может быть, это кальмары. Рисовая лапша. И сыр тофу. Он готовится из яйца. Тайцы его очень любят. Это тайский вид сыра тофу. Он не вонючий, но он довольно-таки вкусный. Есть суп с этим сыром. Я его очень люблю. Все подносит и подносит. Поэтому дефицита с едой здесь точно не будет. Даже если здесь не так много сегодня клиентов, еды очень много. Как вы видите, сама зона, где хранится еда, она охлажденная. Здесь очень холодно. И все продукты хранятся в больших холодильниках. Вот сколько принесли гребешков. Выбор огромный. Здесь, конечно, уже больше похоже на какое-то сало. Какая-то вырезка. И вот такое еще мясо. Но мясо, вы уже, наверное, поняли, что это не совсем моя тема. Но, тем не менее, огромное количество мяса. Дальше. Сосиски. Кальмары. Вот на таких вот маленьких тарелочках располагается еда. Вы можете брать этих тарелочек неограниченное количество. Сколько ваше душе угодно. А вот это я буду есть много. Это я очень люблю. Кто знает, что это? Грибешки. Я очень люблю грибешки. Очень. Это белок. Чистый белок. Смотрим дальше. Креветки. Можно как жарить, так и варить. Крабовые палочки. Кстати, в Таиланде крабовые палочки очень даже неплохие. Они готовятся из рыбы. И вот этот я очень люблю. Эти шашлычки. Грибы и бекон. Буквально нужно ошпарить в кипятке. И они уже будут готовы. Очень вкусно. Это зона салат-бара. Здесь вы можете собрать себе салат из ингредиентов, которые вам нравятся. Пожалуйста, брокколи, листья, листья, кукуруза, огурцы, яйца. Мне кажется, это дыня надо пробовать. Еще зелень. Это микс из кукурузы, горошка и морковки. Лук, помидоры, черри, капуста. Думаю, что это капуста. И морковь. Здесь у нас уже идут фрукты. Груша, яблоко, ананас, папайя и арбуз. Так как в Таиланде не очень распространено, есть именно сладости в нашем понимании. То есть булочки, пироженки, тортики. Тайцы любят делать сладости из желе. Они делают такие легкие сладкие закуски. Из желе и фруктов. Вот разные виды желе с разным вкусом. Это, скорее всего, кокосовый вкус. Это, скорее всего, вкус кока-колы. Это уже будет клубничный вкус. И, наверное, это киви вкус. Я ем это крайне редко. Но тайцы очень любят такой вид сладости. Так все проверяет, все блюдит. Несмотря на то, что мало сегодня клиентов, все подносят. Смотрим, что у нас здесь. Картошка фри. Ага. Сосиски. Курица. Макарошки. Очень, кстати, вкусные. Вот эти макарошки мне нравятся. О, карбонара. Макароны в сливочном соусе. Здесь, я думаю, у нас рис. Да, рис хороший. Причем не просто белый рис, а в виде плова. Тайский рис. И суп-крем, суп грибной. Друзья, ну я думаю, что голодом вы здесь точно не останетесь. Вы можете есть здесь все, что представлено в неограниченном количестве. Любым количеством подходов. Вот это все-все-все еда. Ну и, конечно же, для сластен мороженое. Мороженое. Шоколадное. Мое любимое. Кисленькое вкус киви. Ох, вот это фиолетовое. Я не знаю, что это за мороженое. И клубничное. Наверное, черника. Наверное, вот это черника. В ассортименте также прохладительные напитки. Разные. Лимонный чай. Клубничный сок. Fashion fruit. Это, я так полагаю, что сегодня не работает. Какое-то объявление, что, я так полагаю, не работает. Конечно же, вода. И лед. Для того, чтобы ваши напитки были охлаждены. Кто смотрит мои видео, вы уже знаете, что такое салат самтам. Так вот, самтам вы тоже можете приготовить здесь самостоятельно. Вот в такой штуке он готовится. Пока я снимал вам ассортимент, мне помогли выбрать продукты. И мы идем с вами готовить. Так, мы взяли два вида супа. Куриный суп и там-ям суп. Мы взяли вот такую жаровницу, где мы будем жарить мясо или морепродукты. Взяли немного мяса. Вот такие вот шашуточки с грибами. Много-много моих любимых грибешков. Крабовые палочки, кальмары. Ну и, конечно же, будем брать в процессе еще. И сейчас мы начнем готовить зелень и начнем готовить пакпунг. Я вам все покажу. Мы добавляем чеснок. И начинаем варить пакпунг. Очень вкусная трава и очень полезная. Я вообще очень люблю зелень и очень много ем зелени. А во второй суп летят мои любимые грибы. Вааа. Пока у нас варится суп, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, какую кухню вы любите больше всего. Какой нации кухню вы предпочитаете. Мои любимые грибы готовы. Не очень, скажу, удобно одной рукой снимать, второй рукой готовить. Но, тем не менее, пожалуйста, лайк за мои старания. Так. И зелень тоже уже готова. Будем извлекать. Кушайте много зелени и будет вам здоровья. Ну что, грибы у меня готовы. Эти грибы у меня готовы. И вот эти мои потрясающие шуточки из грибов тоже готовы. Мясо жарится, а все остальное у нас на подходе. По мере приготовления мы уже едим. Я, конечно, не буду перед камерой жевать. Это не очень красиво. Хотя в Таиланде это нормально. Но, тем не менее, спасибо вам большое за ваши лайки, за ваши комментарии. Я отсмотрю, конечно же, свои видео, которые я отснял. Это все очень забавно. Спасибо за вас, что понимаете, что мне, конечно же, нужно наговориться. Мне нужно набраться опыта. Потому что я иногда заговариваюсь. Я иногда говорю не то. Я очень смешно выгляжу, когда я использую слова и английские, и одновременно русские. Мало того, что в последнем видео это было очень забавно. И пошел, поехал по-русски. Или мы направляемся в следующий билдинг. Ну, ё-моё. Вы знаете, я всегда смотрел таких смешных тёточек, которые живут в Америке, живут там в Канаде, в Англии. И разговаривают на таком смешном английском. Русском с английским. И, видимо, моя кара меня настигла, и со мной происходит то же самое. Очень сложно перестраиваться, очень сложно сообразить, а тем более очень сложно вспомнить некоторые русские слова. Поэтому относитесь к этому с юмором, а я обязательно наработаю свой язык. Обещаю вам, я буду стараться. Вот, чтобы вот так вот, как в этом видео, у меня было как можно реже. Его дизайн могут носить любого возраста, любого shape, size, height. И он timeless. Мне его вещи, я его имею вещи ещё, я помню, первый suit, когда мне было 18 лет, мой job interview suit. У меня ещё он есть, просто it's fun to remember. Его все любят, его все уважают. Он очень много сделал для фонд-рейзинг. Он сам, as a human being, is more than life itself. И он makes a wonderful designer. Он очень affordable. Может зайти женщина одеться from jeans to sweatshirts to evening gown. Businesswoman может зайти одеться в бизнес-сюд. Это очень импортно для сегодняшнего экономии. Especially, что у него prices are very, very reasonable. Всем приятного. Друзья, когда я прихожу в подобные рестораны, где неограниченное количество еды, я пью либо воду, либо ещё лучше горячий чай. Я расскажу вам почему. Если вы пьёте воду, у вас не происходит всплеска сахара в крови, и вы не чувствуете сильно быстро то, что вы уже наелись. А ещё лучше, если вы пьёте зелёный горячий чай, он расслабляет стенки желудка, и вам есть становится легко, вы съедаете больше, если вы хотите съесть побольше. И вам нет ощущения тяжести и боли. То есть горячий чай, он очень-очень хорошо в этом плане помогает. Имейте в виду вот такой вот лайфхак от меня. Вы знаете, мясо меня очень приятно порадовало, потому что оно очень тонко нарезано, благодаря этому его не надо долго жевать, оно быстро приготовляется. И очень мягкое, очень мягкое. Мне очень понравилось. Ну что, вот пошли мои гребешки. Да, ещё, ещё, ещё гребешков много не бывает. Ну что, мои гребешки готовы. Да, друзья, очень сложно снимать контент, когда столько вкусного у тебя в руках. Я продолжаю точить гребешки. И вам тоже приятного аппетита. Пожалуйста, доставайте из себя что-нибудь из холодильника, давайте наслаждаться вместе. Вот эти вот очаровательные девушки очень быстренько убирают мои тарелочки. И хорошо это делают, что убирают. А то мне бы стало стыдно, что я так много слопал. На минуточку, ребята, смотрите, сколько мы уже съели. Так, ну а мы всё несём, несём. У нас добавка крабовой палочки, ещё гребешки, ещё мои любимые шашлычки и кальмары. Кальмары мы тоже впервые, кстати, пожарили. И получилось очень вкусно. Сейчас будем жарить кальмары. О, это смешно. Самое главное, разбавляйте всю еду зеленью или овощами. Кушайте как можно больше овощей или зелени. И тогда не будет никакой тяжести, потому что это клетчатка. И она поможет в пищеварительной системе переваривать довольно тяжёлую пищу, такое как жареное мясо или морепродукты. Друзья, скажу честно, я уже кое-как справляюсь. Я наелся. Потому что вообще, конечно, ем я не очень много. Но это очень вкусно, потому что в этом ресторане вы сможете сделать количество соуса, солёности, остроты именно так, как вам нравится. Поэтому это очень удобно. Вам не будет пересолено, вам не будет пережарено, переварено. Вы сможете сделать так, как вам нравится. Это, конечно, очень вкусно. Я впервые попробовал мясо жареное вот на этой штуке. И кальмары жареные. Мне очень понравилось, потому что обычно я варил кальмары вообще супер. Мы добавили соус, мы добавили чеснока, добавили этого масла. Получилось очень-очень вкусно, поэтому в следующий раз я буду есть немножко жареное всё-таки, потому что вкусно. Другое ощущение от того, что белок варен или пожарен. В общем, мне понравилось, мне понравилось. Я вам такой ресторан очень рекомендую. Особенно, если вы любители мяса, если вы любители морепродуктов и зелени. И умейте хоть немного готовить. Ну что, мы поели. Мне очень было вкусно. И вообще, это место я очень люблю. Я здесь далеко не первый раз. Меня здесь очень хорошо знают. Они сегодня были очень рады, что я пришёл сюда снимать и рассказывать про их ресторан. Я надеюсь, что когда у меня будет больше подписчиков, здесь будет больше клиентов. И эти люди прекрасные, будут счастливые. Так вот, рассказываю про стоимость. Стоимость всего, то, что вы видели, всех продуктов и напитков, что вы видели, 319 бат человека. Платим 319 бат и едим сколько хотим. Единственное что, ещё плюс 60 бат за сковороду. Неважно, сколько людей будет на ней жарить. Дополнительные 60 бат заплатили и взяли сковородку. Если вы не хотите есть жареная, не берём сковородку, соответственно, ваш чек будет дешевле на 60 бат. Приходите в это прекрасное место. Я надеюсь, вам здесь понравится. Продукты свежие, продукты вкусные. Ставь очень вежливый. И очень хорошая хозяйка, очень вежливая тётечка. Всегда мы с ней общаемся. В общем, приходите в этот ресторан. Обязательно оставлю локацию, обязательно напишу название. Всем большое спасибо за просмотры. Не забывайте, пожалуйста, про лайки, про комментарии. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы видеть о моих новых видео. Чтобы у вас была информация о моих новых видео. И до скорой связи. Теперь уже увидимся по дороге в Бангкок. Пока-пока. Есть специальная цена для детей. Если ваш ребёнок роста менее 100 сантиметров, вся еда и напитки для него бесплатны. Если ваш ребёнок до 140 сантиметров, стоимость на ребёнка 139 бат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин